Привет всем с вами я Заза и сегодня покроем секрет в GTA Liberty City Stories как получить две уникальные лодки. Это миссия Zatashiko Moa Deadly Zen Mail. Проговорил это очень быстро, не знаю уже как шаблонная фраза получается. Ну ладно, начинаем миссию и нам надо приехать в Bedford Point War. Заранее возьмите с собой немножко оружия и обязательно возьмите снайперскую винтовку, она вам очень поможет. Итак, нам ехать недалеко. В принципе, секрет не очень сложный, но довольно муторный. Я не знаю почему, но у меня он не работает нормально, джойстик. Он не хочет поворачивать вправо. Иногда бывает такое, не знаю почему. Может уже грязно, там почистить надо все. Уже давно ее не чистил. Ну ладно, сейчас не об этом, сейчас мы просто едем. Вот, ну конечно, охранники якудзы. Они же нам не помеха. У нас есть револьвер. А теперь еще и вот эта фигня у нас есть. Давайте его возьмем. Потому что это очень четкая вещь. Ну и там еще банальный секрет. Не знаю, знаете или нет. Вот видите, у меня сейчас патроны 677-30. Значит, это 707 патронов, да? Вот оружие совершенно другого типа лежит. Если мы подойдем, но не будем его брать, а просто зайдем в него, то нам дадут еще патронов. Не знаю, наверняка это все знают. Это работает и для Liberty, и для Vice City Stories. Я просто уверен, что это уже все знают, но на всякий пожарный. Так, стараемся не набирать много звезд. Поэтому можно, в принципе, подождать, пока она исчезнет. Или тут есть звезда, я уже не помню. Здесь, по-моему, только броня. Ну и гранатомет, конечно же. Так, ладно. Придется его убить, чтобы он мне не мешал. А вон еще жизнь не есть. Все, мы как бы на контрольном пункте. Теперь нам надо уничтожить вон ту плавающую лодку. Все. И теперь нам надо убить еще двух людей. Вот первый и, так сказать, водитель, капитан лодки. Все. Второй. Все, это контрольный пункт. Вот первая уникальная лодка. Она серая, ну синяя, голубая, не знаю, как скажете, как вам кажется. И вторая вот эта. Она бела, синяя или бело-голубая. Если вы выбираете белую лодку, то вам надо просто, ну так вот аккуратненько подплыть, пересесть. Затем уничтожить ту лодку, в которой я сейчас нахожусь. Благодаря этому миссия провалится. А дальше нам надо будет плыть вот сюда. Вот в эту часть приблизительно. Если вы выбрали именно эту лодку, как я сейчас, то просто плывем по маркеру. И все. Потом заканчиваем миссию и плывем на то же место, что и там, куда я показал для той лодки. В принципе, и одна, и вторая лодка получается несложно. Вот это чуть-чуть сложнее из-за того, что сейчас просто появятся лодки. Якудзо-ботс. То есть лодки с якудзами. Ну уж уплыть от них, мне кажется, не составит никакого труда. Хотя они провалены по мне. Так, я уже подплываю. Вот они вторые. Так сказать, вторая волна. И вот уже маркер. Как обычно, у меня не работает поворот почему-то. Я не знаю, почему не задал бы этот джойстик. Ну ладно, пропускаем. И если вы проходили миссию, как я, то вот она лодка. Да что ж такое. Видимо, я никогда уже не начну снимать нормально. Просто спрыгиваем, садимся. Из этого тумана плохо видно, но отплываем вот сюда к шорсайд-уэйлу. Так, чуть-чуть вот сюда. И вот теперь нам надо разогнаться и проплыть вон туда. Ну, у меня не особо сейчас получилось. Еще и пролагало сильно. По идее, если вы здесь делаете все правильно, и разгонитесь его, наверное, все-таки оттуда, от плаката где-то, то вы попадете именно на дорогу. Ну, так как у меня сейчас это не получилось, давайте я просто вылезу. Хотя, давай даже так. Я сейчас просто за кадром еще раз проплыву и запрыгну уже именно на дорогу. Давайте и вернусь тогда. Ну что ж, вот я вернулся. Все, что теперь нам надо сделать вначале, освободить дорогу для машин, чтобы они не толкали нашу лодку. А затем нам надо найти такси. Именно такси, а не Кэбби. Потому что только такси может не причинять, так сказать, урону. Урон машине, либо лодке. Ну, в общем, любому транспорту, когда толкает ее. Главное, столкнуть сейчас вниз-обратно. Это будет фейл. Так, просто ждем такси. Вот, нет, это Кэбби, она не подходит. Да, довольно длительный, может быть, процесс. Ээээ, не офигел, там лод сталкер. Так, ждем, ждем, ждем. Ну, как видите, это, опять же, процесс, который может занять как много, так и мало времени. И мы опять переградили транспорт, он проезд. Следовательно, новой машины появляться не будут. Нет, это опять не то, все не то. Главное, далеко от лодки не уйдите, чтобы она не исчезла. Что, опять-то? Спокойно проезжаешь. Что ж такое? Кажется, в принципе, можно и так вручную толкать, но, по-моему, это будет мне очень удобно. Блин, эти люди меня уже бесят. Они мешаются. Там что? Там Кэби или такси? Там Кэби. Еще одна Кэби. Ну, главное, не терять надежду, потому что... Ух ты, козел. Потому что они все-таки ездят тут. И рано или поздно вы встретите именно такси. Ну, а я, наверное, вынужден нажать на паузу, дабы не затягивать этот процесс. Потому что, как видите, едут одни непонятные и ненужные машины. Сейчас, давайте, последний заход. И если нет, то я ставлю паузу. Ну, это опять Кэби, поэтому... Что ж, пауза. Ну что ж, вот и такси, и еще такси. Впереди такси. Все, что теперь надо делать, это дотолкать... дотолкать нашу лодку до гаража. Надеюсь, у вас там найдется место. Но если у вас там нет места, просто постепенно будете вывозить по одной машине и затем заталкивать лодку. Как толкать? Не надо делать сильные разгоны и потом, естественно, рывками толкать. Надо аккуратненько подъехать и вот так вот тащить. Потому что именно тогда такси не приносит урону лодке. Так вот постепенно, очень долго и долго тащим. И в итоге мы должны уже ее будем донести. В принципе, это не очень сложно, просто довольно длительный процесс. Следите за тем, чтобы не толкать по другим машинам. Потому что это, во-первых, очень сильно затормозит. А во-вторых, я не знаю, возможно, принесет урон. Ну, здесь, возможно, вы приспособитесь лучше, чем мне открыть. У меня она очень криво несется, так сказать, вдоль дороги. Ее надо так вот толкать постепенно. Я уже это говорил. Теперь повторяюсь. Ну, ладно, не страшно. Но я думаю, вы поняли систему, как ее толкать. Поэтому давайте встретимся, когда я уже дотащу ее. И тогда я покажу уже сам завершение, то есть заталкивание в гараж. Ну что же, давайте я вернусь. Через секунду, получается. Ну что же, вот я уже тут. Такси, лодка, гараж. Это завершительная часть. Здесь мы аккуратненько толкаем ее, то есть лодку. Стараемся ее не сбросить вниз, потому что толкать ее оттуда, по-моему, невозможно. По крайней мере, у меня не получалось ее оттуда вытолкнуть, если только вот она упадет вдоль, а не поперек. Так, постепенно. Как видите, лодка намного-намного длиннее. Поэтому здесь имеет смысл еще поставить мотоцикл, ну или хотя бы какую-то машину, чтобы гараж был постоянно открыт. Поэтому давайте аккуратненько сядем в лодку, чтобы правило трех машин, и найдем какую-нибудь машину. Ведь нам нужно, чтобы гараж был именно открыт. Ну, можно даже мотоцикл, но вряд ли я успею его догнать. Вот это я спокойненько заберу. Freeway. Ну, там уже появился еще один мотоцикл, но он нам уже больше не пригодится. Так, надеюсь, еще все тут. Да, все отлично. Все еще ничего не диспаунилось. Блин, это у меня уже термин из Майнкрафта. Ну ладно, не думаю, что меня сильно за это будете ругать. Так, все, поставили Freeway. Нет, все-таки он закрылся. Здесь нужно найти еще момент. Как его поставить? Примерно вот так, наверное. Широко. О, нет, все закрывается. Блин, что ж такое? А так тоже закроешься, по идее. Ну, а да что ж такое-то? Уже поставить Freeway не могу. Докатились. Да почему ты закрываешься? Ох, как же это мне надоедает. Ну, вот так-то не должен закрыться. Ааа, джойстик. Все, он закрывается. Да блин, это нереально. Конечно, надо найти какую-нибудь другую машину. Потому что мне задолбало, что он закрывается. Так, вновь лодка. Такси. Не забываем о правиле трех машин. И идем за нормальным, либо мотоциклом, либо за машиной. Давайте попробуем вот с PCJ600. С ним, по идее, получалось у меня все нормальным. Ну, Freeway, естественно, исчез. А, нет, мальчик остался. Так, закроешься. Да как так-то? Блин, я уже либо забыл, как все это делается, либо я совсем тупой. Так вот он не должен закрыться. О, наконец-то. Он держится. Так, давайте. Теперь надо аккуратненько затолкать нашу лодку. Для этого вот так вот проталкиваем нос, так сказать. Она застревает. Ой-ой-ой, так не так сильно. Затем вот сюда ее. Да, трудно говорить, когда занимаешься таким, так сказать, странным делом. Причем очень муторным. И одновременно все-таки очень странным. Ах, да что ж такое-то. Хотя бы не перевернулся. Надо еще проехать. Теперь аккуратно не теряя лодку из вида, потому что она же третьей машиной является. То есть она может исчезать сейчас спокойно. Что, издеваетесь, что ли? Давай же. Фух. Очень-очень напряженный момент. Там уже мотоциклы мешаются. Все как обычно. Что-нибудь замешается. Как было затолкнуть-то? Это спидер. Звучит, конечно, не очень. Но ладно. Название есть название. Предлагаю переставить мотоцикл. Давай лодка. Обновили. Тут еще и фри-вей. В общем, опять, как обычно, куча мала. У меня уже дымится такси. Офигеть. Как же ее бы затолкнуть-то? Ее бы затолкнуть, как бы. Может, вот так, действительно. Нет, значит, таксист говорит, что я просто наберу код. Я не хочу терять все это. Весь этот прогресс, так сказать. А нет, смотрите-ка, мы ее затолкали все-таки. Берем PCJ600. Берись же ты. Так, теперь надо вывести фри-вей. Все, гараж закрылся. Ну-ну-ну, неужели он сохранился? Да, мы получили лодку. Уникально окрашенную лодку. Уж выталкивать, я думаю, сами сможете найти способ. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был я, Заза. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok